Продолжение следует... ...черезвычайно необычных дел. Гражданин Великобритании Тревор Ливс услышал настойчивый звонок в дверь. Англичанин снимал квартиру в центре Москвы на улице Льва Толстого. Место тихое. За полгода работы торговым представителем в России мистер Ливс не встретил на улицах столицы даже мелкого хулигана. Но как только дверь приоткрылась, англичанин сразу же получил мощный удар в живот. А потом в лицо и по ребрам. Неизвестный избивал иностранца с каким-то особенным остервенением. Как будто за что-то мстил. Так начиналась эта запутанная история. И нападение на иностранца, как впоследствии выяснилось, самый безобидный эпизод. Вскоре столичным сыщикам придется вылавливать обезображенные трупы из Москвы-реки. Допрашивать всемирно известных артистов Большого театра. А также решать судьбу уникальной коллекции из фарфора, старинных икон и мебели, стоимость которой оценивалась в фантастическую сумму. Установить и задержать хитроумных и очень расчетливых преступников удалось героям этой программы. Алексей Сухарев считался лучшим московским опером и дослужился до начальника отдела МУРа. Направлялся руководством на раскрытие редких и необычных преступлений. Виктор Бенедиктович создал целую систему, как выявить ложные показания на основе визуального наблюдения за подозреваемым. Андрей Березанцев. Судебный психиатр-эксперт, специально привлеченный к этому расследованию. Знаток человеческих душ. 74-й год. Город Москва. Искалеченный гражданин Великобритании Тревор Ривз пришел в себя и немедленно позвонил сначала послу, а затем в экстренные службы. Через несколько минут в его квартире были советские врачи, милиция и официальные лица из английского посольства. Как оказалось, иностранному подданному сломали челюсть и два ребра. Но за что? При осмотре квартиры выяснилось, из бумажника нападавший вытащил несколько фунтов стерлингов и советских рублей. Пропали и некоторые заграничные побрякушки. Зажигалка, одеколон, аудиоплеер. И вы не поверите, комплект нижнего белья. Что за странное нападение? Тем временем Тревор Ривз дал показания. Человек, который звонил в дверь, был одет в костюм. И его лицо англичанин как будто где-то видел. Получалось, изувечивший Тревора человек не случайный грабитель. Сыщики начали выяснять, где они могли встретиться. Так прошел месяц. Страна готовилась к параду победы. Наступало 9 мая. Все правоохранительные органы перевели на усиленный режим службы. И вдруг, в самом центре Москвы, ЧП невиданного масштаба. Прокатиться на водном трамвайчике – одно из любимых развлечений гостей и жителей столицы. Помню, как моя маленькая дочка едва сходил снег, начинала спрашивать, пап, ну когда же поедем на кораблике? Кстати, ее интересовала не только сама завлекательная прогулка. Дело в том, что в буфете продавали дефицитные конфеты – трюфели. Однажды дочка решила спрятать несколько конфет в карман, поделиться с подругами. Увы, под жарким солнцем они растаяли. Нам пришлось срочно бежать в детский мир, покупать новые шорты. Старые оказались все в шоколаде. Но это небольшое происшествие не идет ни в какое сравнение с тем, что однажды пережил молодой механик прогулочного судна. В воде он увидел большой черный мешок. Из любопытства решил узнать, что же внутри. Когда его вытащили на берег, на пирс, то обнаружили там труп женщины. Виктор Бенедиктович лично выехал на место страшной находки. Оказалось, убийца предусмотрительно положил в мешок кирпич. Однако он не знал. При вздутии тело превращается как будто в большой воздушный шар. И, несмотря на груз, все равно поднимается на поверхность. Так кого же сначала убили? А потом попытались спрятать на дне Москварики. Увы, в первые часы ответить на этот вопрос было невозможно. Большая трудность для идентификации труб в воде заключается в том, что наступает, так сказать, мацерация, изменяется, видоизменяется внешность. И все же криминалисты дали следствию несколько зацепок. Возраст около 50 лет, рост, телосложение погибшей. И самое главное, непосредственную причину смерти. Было установлено, что женщина погибла в результате насильственных действий, то есть удушения. О необычном преступлении немедленно доложили на самый верх. На контроле в МВД и, значит, у Гришина. Гришин был первый секретарь МГК КПСС. Надо раскрыть это преступление. В тот момент сыщики не заметили. Савинская набережная и улица Льва Толстого, где ограбили англичанин, совсем рядом. Как такое стало возможным в тихие брежневские времена? 1974 год. Начинается строительство Байкала-Амурской магистрали. В Сибирь едут тысячи добровольцев. По приказу главы КГБ СССР Юрия Андропова создается знаменитая группа «Альфа». Запущена автоматическая станция «Луна-22». О спутнике Земли советские ученые узнают все больше. На американском канале NBC премьер. Программа «Угадай мелодию». Ее аналог идет на российском телевидении до сих пор. А в Мюнхене проходит 10-й юбилейный чемпионат мира по футболу. В финале команда ФРГ побеждает Нидерланды со счетом 2-1. Тем временем расследование убийства неизвестной женщины топталось на месте. И только спустя неделю удалось найти важного свидетеля. Пожилой мужчина рассказал. Он выгуливал собаку поздно вечером. И обратил внимание на странные грузовики. И кто-то стал выбрасывать в реку здоровенные мешки. Пенсионер стал протестовать. «Как не стыдно? Засоряете реку мусором!» Опытный опер Виктор Бенедиктович побледнел. «Что значит мешки? Вы уверены, что ее было несколько?» Свидетель утвердительно кивнул, а потом добавил «не меньше двух, а может и больше». Кого хотели спрятать на дне москварики? Он работал первой скрипкой в Большом театре. Малые, средние и огромные тайны Большого театра. Международный скандал под подозрением звезды советского балета. Атистки Большого театра в 70-е годы были самыми элегантными женщинами в СССР. За что убивали людей? Скрипач и сокровища. Кровь, деньги и невероятный финал драматической истории. 74-й год. Город Москва. В столице происходят странные и жестокие преступления. Сначала некто нападает на гражданина Великобритании прямо в его квартире. У иностранца сломаны челюсть и ребра. А затем буквально в нескольких километрах из Москварики вытаскивают мешок с трупом неизвестной женщины. Сыщики приобщили к делу и большой черный мешок, и веревку, которым он был перевязан, и кирпич, найденный в мешке. Все эти вещественные доказательства могли вывести на преступника или преступников. Это сегодня. Пакеты любых цветов и размеров свободно продаются в каждом магазине. В советское время изделия из полиэтилена считались отдельной покупкой. В это трудно поверить, но их стирали, потом сушили на веревке и использовали до тех пор, пока мешок не становился совершенно дырявым. А в мусорное ведро положить такой пакет считалось едва ли не преступлением. Как-то раз, будучи в гостях у тещи, я нашел в холодильнике недоеденную рыбу. Она уже испортилась. Чтобы поскорее прогнать из кухни неприятный запах, завернул остатки в пакет. Какой был скандал! А уж большие и крепкие мешки из полиэтилена считались дефицитом. И следствие собиралось крепко потянуть за эту ниточку. Но тут очередная чудовищная находка. Узнав от свидетеля о грузовике, из которого поздно вечером выбрасывали большие черные мешки, Виктор Бенедиктович решил прочесать Савинскую набережную. А что, если убитых несколько? Увы, вскоре эта версия подтвердилась. Всего лишь в ста метрах ниже по течению всплыл еще один мешок. И снова внутри мертвый человек. На этот раз пожилой мужчина. Едва тело вытащили на берег, стало ясно. Погибший вовсе не захлебнулся. Были обнаружены проникающие ножевые ранения. Он также был направлен в морг для паталлоганатомического исследования. Исследования показали, мужчина убит где-то в городе. Его упаковали в точно такой же мешок, в котором ранее была найдена задушенная женщина. И даже бечевка оказалась из одного матка. Но почему несчастных никто не ищет? Прошло несколько дней, прежде чем в Мур поступило сообщение. Откуда вы, вы думали, из Большого театра? Директор взволнованно требовал установить судьбу исчезнувшего Григория Тросмана. 70-летний музыкант, главная скрипка театра пропал без вести. Оперативники немедленно выехали по месту жительства музыканта. Оказалось, в квартире прописана его жена, Раиса Гершкович, и сын от первого брака, Аркадий Бунишко. Аркадий искренне удивился, увидев милиционеров. Как папа пропал? Он же в командировке. Всемирно известный музыкант, первая скрипка Большого театра, он регулярно выезжал за границу. Но где жена Тросмана, Раиса? Сын развел руками. Наверное, поехала к отцу, отставному адмиралу флоту. Так всегда было в их семье. Когда папа в отъезде, Раиса уезжает на дачу к родственникам. Наконец стало понятно, почему об исчезновении Григория Тросмана и его жены Раиса Гершкович заявили так поздно. Никто не мог и подумать, что их ожидает такая страшная участь. Эксперты провели уникальное исследование. Нет от Кисина. Вот я ездил в МВД, чтобы восстановить папиллярные узоры на операции. После того, как он уже ослаивается, мацерация хуже происходит. Сложнейшее исследование подтвердило. Из Москварики выловили именно скрипача и его жену. Но кому они могли помешать? Артисты Большого театра, музыканты, работники сцены каждый год выезжали за границу. Немногие устояли перед возможностью заработать шальные деньги. Ведь так просто что-то купить за границей и продать в Советском Союзе в три дорога. О тех временах вспоминает известный модельер Александр Васильев. В 70-е годы Советский Союз открыл для себя иностранный рынок. Слово «форцовчик» утвердилось в русском языке, которое произошло от английского словосочетания «for sale», что значит «на продажу». И неграмотные люди не могли произнести «for sale», говорили «for sale», «for sale», «for sale», «for sale» и получилось «for sale». А вот Васильев рассказывает о нарядах знаменитой Галины Улановой, примы-балерины Большого театра. Она специально откладывала валюту не один год. Это вещи из дома Кристиан Диор и Гуччи. В то время она, ездив на гастроли, могла себе позволить купить на сэкономленные деньги вещи. И я бы сказал, что артистки Большого театра в 70-е годы были самыми элегантными женщинами в СССР, потому что они ездили за границей. Первая скрипка Большого театра Григорий Троссман, разумеется, так же часто бывал за границей. Но, как вскоре выяснилось, его интересовали вовсе не зарубежные новинки, а прежде всего старина. Квартира погибшего была настоящим музеем. Что в ней только не хранилось. Иконы собирал, канделябры. По тем деньгам, это было у него, коллекция стоила около 500, а по нашим сведениям, несколько миллионов. А самая ценная изюминка – коллекция редкого фарфора. Только ее стоимость можно было сравнить с 10 кооперативными квартирами в Москве. Откуда у скрипача, пусть и Большого театра, такие сокровища? Аркадий Бунишко, сын погибшего, рассказал. Папа десятилетиями буквально по крупицам доставал одну вещь за другой. А официальную зарплату в 150 рублей скрипач умудрялся увеличивать до 500 за счет исполнения траурного марша на похоронах. Проводы в последний путь. На этом всегда делаются очень неплохие деньги. Один мой знакомый как-то остался без работы. И чтобы прокормить семью, попытался временно пристроиться на кладбище, хотя бы могильщиком. Куда там? Его чуть не избили лопатами. Все места оказались расписаны на годы вперед. Ведь так легко срубить с убитых горем родственников лишних 50 или 100 рублей. По советским временам, месячную зарплату неквалифицированного рабочего. Первая скрипка Большого театра «Тросман» брал только за одни похороны не меньше 100 рублей. При этом откровенно обманывал своих же коллег-музыкантов. На 5 человек 100 рублей. Ну, надо по 20 рублей. Хотя, ну, хотя бы по 10 рублей. Он по пятерке давал. По 5 рублей. И, конечно, весь Большой театр помнил 60-летний юбилей Тросмана. Отмечать торжество главный скрипач решил не в ресторане, а по-домашнему. Все ожидали, что на столе будут деликатесы, дорогие вина, заграничный коньяк. Но, сев за стол, гости оторопели. Юбиляр с шутками-прибаутками расставил перед ними тарелки с отварной картошкой и одну трехлитровую банку с солеными огурцами. Уж извините, простенько, так сказать, по-домашнему. А вместо коньяка Тросман принес с кухни бутылки даже не водки, а дешевого деревенского самогона. Правда, одно мясное блюдо на столе все же появилось. Я беседовал с музыкантами. Говорят, одна курочка была маленькая. Поставил возле себя, и он ее съел. Нам даже косточки не досталось. Получалось, погибший музыкант и подпольный миллионер Григорий Тросман был настоящим скрягой, этаким плюшкиным Брежневской эпохи. Так кому он насолил настолько сильно, что его убили вместе с супругой? Подозрения с сотрудников Большого театра оперативники решили снять. Да, Тросмана презирали за мелочность и скупость. Но как только он брал в руки скрипку, ему не было равных. Начали выяснять, где убитый приобретал старинные вазы, канделябры и мебель. Брал такси и выезжал в село, в деревню, ходил по домам и смотрел. Потому что там у него и были очень, я сейчас помню, тумбочка работы французского мастера Буля. Однако объехать все деревни Центральной России Тросман не мог физически. А потому нередко контактировал с сомнительными посредниками. У спекулянтов, у воров он ничем не брезговал. Лишь бы только ему подходила эта вещь старинная. Было очевидно, жестокого убийцу нужно искать именно в этой среде. Кого-то скрипач очень сильно обманул и заплатил за это чересчур высокую цену. Григорий никому, ни копейки не возвращал. Хотя они выразили, выражали. Среди обманутых скрипачом-тросманом воров оперативники вычислили некоего Захара Игнатова по кличке Игнат. Он проживал в Калуге и работал по соседним районам. Как выяснилось, скрипач купил у него старинную икону, но выплатил лишь малюсенький залог. А потом сделал вид, что сделка состоялась. В бешенстве Игнат несколько раз звонил в Москву, угрожал расправой. Этот человек мог совершить убийство. Приняли решение его задержать и допросить. Захара Игнатова застали в частном доме в Калуге. Но как только оперативники представились, мужчина бросил в сыщиков кастрюлю с горячим супом, а сам выпрыгнул в окно. Следствие подозревало воров и перекупщиков. Но забыло об ограблении англичанина Тревора Липса. Крохоборы с учеными степенями. Работал в министерстве торговли. Как сыщикам удалось вычислить убийц? Скрипач и сокровища. Неизвестное дело из жизни московского уголовного розыска. 74-й год. Город Калуга. По подозрению в убийстве первой скрипки Большого театра Григория Тросмана и его супруги, сыщики задерживают налетчика из Калужской области по кличке Игнат. Коллекционер Тросман обманул его при покупке старинной иконы. Захар Игнатов, выскочивший в окно, отчаянно пытался скрыться. Но по-дурацки выбежал прямо на патрульную машину. Его тут же задержали. На допросе выяснилось, недавно Игнат обчистил церковь. Налетчик полагал, милиция нагрянула как раз по поводу этого ограбления. Увы, тщательная проверка показала, к убийству скрипача этот вор не причастен. А Тросмана охарактеризовал одной фразой. Из этой гниды копейки не вытянешь. Я плюнул на этот долг. Проще из мертвеца вытрясти рубль. Впрочем, за грабежи Игнатов получил свое. 11 лет колонии. Следствие зашло в тупик. Кто придумал и осуществил чудовищный план по уничтожению музыканта и его супруги? Кто сбросил их трупы в Москварику? Работа пошла по второму кругу. Виктор Бенедиктович профессионально фиксировал в памяти каждую деталь при разговоре со свидетелями. Актеры и музыканты Большого театра неоднократно упоминали. Убитый скрипач Тросман много лет носил на левой руке потертые часы победы. Но на трупе их не было. Кто же их взял? Снова и снова беседуя с родственниками убитого, Бенедиктович вдруг заметил. На руке внука Тросмана старые часы победы. Что это? Простое совпадение? Любопытные часы. Откуда они у вас? Кто-то был на фронте? На что юноша гордо ответил. Мне папа недавно подарил. Но ведь только убийца мог снять с трупа коллекционера часы перед тем, как выбросить несчастного в реку. Выходило, к страшному преступлению причастен сын Тросмана, Аркадий Бунишко. Все. Мы уже тогда переключились капитально к прослушке его телефонной наружки. Нарушку за ним выставили, за Бунишкой. Это в наши дни прослушка может осуществляться десятками способов, в том числе и дистанционно. Подслушивать и подсматривать за хозяином может компьютер, планшет или собственный мобиль. А в 70-е годы спецслужбы подключались к обычным телефонным линиям. Причем нередко тот, кого слушали, узнавал об этом довольно быстро. Даже ходил такой анекдот. Диссидент говорит по телефону и смеется над Брежневым. Немедленно в трубке начинает что-то шуршать, раздаются печальные вздохи. И вдруг оперативник, который подслушивал, не удержался и чихнул. Диссидент, будьте здоровы, спасибо, от неожиданности откликается чекист. На самом деле все было с точностью до наоборот. Когда спецслужбы ставили кого-то на прослушку, связь становилась идеальной. Наружные наблюдения и прослушка Аркадия Бунишко поначалу не принесли конкретных результатов. В разговорах со знакомыми он искренне печалился о судьбе несчастного отца. Нередко начинал всхлипывать и прибавлял, я убить с папой готов растерзать голыми руками. Вот только милиция ничего не делает. Тогда проверили соединение домашнего телефона в день убийства. Оказалось, перед тем, как в последний раз в жизни выйти из квартиры, убитый коллекционер с кем-то разговаривал. Звонили из Института Всесоюзного объединения «Союз Торгсистема» Министерства торговли СССР. Именно там и трудился начальником отдела 48-летний Бунишко. Казалось бы, сын звонит отцу. Что ж тут странного? Но почему Аркадий скрыл этот факт? Сыщики решили негласно переговорить с коллегами Бунишко. И почти сразу вышли на важнейшего свидетеля. Тот поведал удивительную историю. Начальник отдела как-то обмолвился. А не хочешь заработать пять тысяч рублей? Он, значит, предлагал ему убить жену своего отца, мачеху. Из-за чего? Боялся, что все наследство останется мачеху. Так вот он, мотив. Ведь на кону стояли сокровища, которые стоили огромных денег. Но как он принял такое страшное решение? По-видимому, отец что-то не додал в жизни своему сыну. И в плане какого-то материальной помощи, и, наверное, теплоты какой-то, и в плане воспитания, участия в воспитании сына. Обладая показаниями коллеги Бунишко, сыщики пошли ва-банк. Виктор Бенедиктович полагал, Аркадия надо колоть. Это интеллигент, а не матерый уголовник. Он сломается, едва поймет, что его вычислили. Бунишко задержали рано утром. Вытащили тепленьким из постели. Любопытно. Аркадий уже вошел в роль хозяина и ночевал на кровати отца. Оказавшись на Петровке, Бунишко все понял. От него так и веяло страхом разоблачения. Вот у него вазомоторная реакция так называемая, понимаете? Вот он сглатывал. А затем оперативники предъявили показания коллеги Бунишко. В этот момент Аркадий затрясся, закрыл лицо руками и разрыдался. Когда истерика прошла, прошептал. Я вам все расскажу. Дайте мне бумагу, я напишу чистосердечное признание. Его ведь суд засчитает? За два года до убийства. Первая скрипка Большого театра Григорий Тросман, схоронив прежнюю жену, решил снова сыграть свадьбу. Невеста была очень достойная особа, дочь адмирала, а главное на 15 лет младше. Раису нужно было приобщать к семье, знакомить с внуками. Под этим предлогом Тросман зачастил к сыну. Попутно миллионер решил экономить на еде. Чита Бунишко с ужасом наблюдала, как истребляется содержимое холодильника. Даже леденца ни разу детям не привез. Не то, что там шоколадку маленькую, ничего никогда он ничего не привозил, но поедал у нас все, что было. Как будто он с Голодного фронта, с Боболжья Голодного приехал. Тогда супруги Бунишко пошли на хитрость. Стали прятать все мясное у соседей. Отныне на кухне были только макароны и картошка. Но отец и его молодая жена довольствовались малым. Оставался там хлеб, хлебницы и подсолнечное масло. Так вот он утром, переночуя, крошил хлеб, как раньше во время войны говорили, тюрю делал. Впрочем, Трусман стал делать сыну замечание. Как отца встречаешь? Если так дальше пойдет, оставлю я тебе наследство, такому крохобору. Мысль о том, что сокровища достанутся молодой мачехе, разрывала Бунишко мозг. На семейном совете решили разыграть скандал и оформить фиктивный развод. Так Аркадий бросил жену и детей. Зато переехал к папе, поближе к бесценной коллекции. Оказавшись в отчим доме, Бунишко ежедневно наблюдал, как мачеха стирает пыль со старинных ваз. Явно по-хозяйски. С этим надо было что-то делать. И срочно. Ведь отцу недавно исполнилось 70. Научные сотрудники обсуждают убийство. Ну, как не помочь человеку? Отравить, задушить или утопить? Город плавать будет, было там, значит, на дно, там, за ноги. Чем заманили первую скрипку Большого театра? И почему отца-убийца рвал на себе волосы? Полца ему было не жалко. «Скрипач и сокровища». Финал драматической истории о жадности и больших деньгах. 74-й год. Москва. Столичные оперативники расследуют загадочное убийство первой скрипки Большого театра Григория Тросмана и его жены. Несчастных выловили в мешках из Москварьки. Как оказалось, заказчиком стал сын Тросмана Аркадий Бунишко. Он боялся, что бесценная коллекция отца отойдет мачехе. В это сложно поверить, но Аркадий Бунишко, задумав убийство отца, стал предлагать исполнить приговор своим коллегам. Некоторые отказались. А вот 28-летний ведущий конструктор института Леонид Костомаров, услышав про гонорар 5000 рублей, пообещал уладить это деликатное дело. Он стал посредником. И вскоре нашел исполнителя, Бориса Чурсина. Чурсин тоже ученый человек, высшее образование у него. Работал в министерстве торговли, очень на высоком пасту начальником отдела. Бунишко, Костомаров и Чурсин начали разрабатывать план убийства скрипача Тросмана и его жены. Со слов Аркадия, папа летом собирался отдыхать на Черном море. И он ему говорит, давайте езжайте туда, и когда он плавать будет, вы его там, значит, на дно, там, за ноги, чтобы это все было, и как бы естественным путем это все. Но до отпуска оставалось еще два месяца. Мало ли что может за это время случиться. То, что он спешил, торопился, свидетельствует о том, что он был, в общем, одержим этой идеей. Но ученым и бандитском совете постановили заманить коллекционера в смертельную ловушку выгодной сделки. Сын знал, трусливый отец в Москве ездит на сделки с женой. В назначенный день Бунишко позвонил папе с работы из института. Тебя ждет продавец и шикарная старинная ваза. Убийство было запланировано в квартире старшего научного сотрудника Бариса Чурсина. Он на стол нарезал колбаски. Ох, Тресман любил колбаску. Вот, сыр он нарезал, хлеба. И они так стали уплетать, что отвлеклись, забыли про все. Когда гости увлеклись бесплатной трапезой, Чурсин оглушил супругов свинцовым кабелем. Тресман и его жена упали без сознания лицами в тарелке с колбасой. Наемный убийца сначала задушил женщину. Но пока она билась в конвульсиях, очнулся пожилой скрипач. Его пришлось добивать столовым ножом. Тем самым, что несколько секунд назад он любовно резал колбасу. Когда все было кончено, в квартиру приехал сын. С этого момента Аркадий Бунишко вступил в права наследника. Он, значит, попросил, взял у отца убиенного портмоне его, достал там какую-то сумму денег, снял с него часы Победы, марки Победы, так? И в дальнейшем подарил эти часы своему сыну. Как подарок. Той же ночью раздетые тела скрипача Троссмана и его жены запаковали в черные мешки. В каждые добавили по кирпичу, а потом вывезли на грузовике. Дело об убийстве Григория Троссмана было раскрыто. Но во время следствия выяснились и другие удивительные подробности из жизни научных сотрудников Министерства торговли, а по совместительству убийц. Так именно Леонид Костомаров напал на гражданина Великобритании Тревора Ривса. Доказать его вину было элементарно. В момент ареста на нем были трусы, похищенные из квартиры англичанина. Как выяснилось, на одном из приемов, организованных Министерством торговли СССР для зарубежных представителей, Костомаров заприметил богатенького иностранца. Проследил его до квартиры, а потом безо всяких изысков напал. А Борис Чурсин и вовсе оказался липовым научным сотрудником. Этот махинатор подделывал записи и печати в трудовой книжке. Удивительно, до ареста никто не сомневался в его профессиональной пригодности. Зато у следствия возникли вопросы по поводу смерти жены Чурсина. И вскоре выяснилось, несчастная женщина была отравлена супругом Дихлоратаном. Она ему просто надоела. Листая материалы этого дела, я поражаюсь. Чего не хватало этим людям? Каждый добился солидного положения в советском обществе, получал достойную зарплату, все имели перспективы. Но жажда сиюминутной наживы как будто свела их с ума. И больше всех пожалел о содеянном Аркадий Гунишко, убийце родного отца. О завещании он узнал только во время судебного процесса. А оказывается, завещание, отъезд на него составил. Понимаете? На него было завещание. Практически все там на него. А в итоге сокровища, накопленные скрипачом Большого театра Григорием Тросманом, перешли государству. И еще несколько месяцев музейные работники из разных городов Советского Союза спорили, кому достанутся эти богатства. Когда потом конфисковали коллекцию, то у нас несколько музеев приехали. Антонова с Пушкинского приехала. С Ленинграда прознали с Эльмитажа. По приговору советского суда Аркадий Гунишко и Борис Чурсин были расстреляны. Посредник Леонид Костомаров получил 15 лет лишения свободы. А подлинных героев этой истории впереди ждали новые загадочные преступления. Но об этом как-нибудь в другой раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова